Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно здесь видеть столько знакомых лиц. Наши два маленьких клинических случая, они больше из реальной жизни. Мы здесь встречаемся на конференциях, обсуждаем очень интересные новые методики, но, к сожалению, они еще не везде внедрены, и проблемы есть буквально на самых банальных вопросах. Значит, первый пациент, 58 лет, жалостный дезюрию 6 месяцев, при исследовании ПСА-9 нанограмм на миллилитр, пальцевое ректальное исследование без особенностей, по месту жительства выполнил биопсию простаты, и, значит, нам пришло такое заключение. Глисон 3 плюс 3 во втором, третьем и четвертом столбиках, а также глисон 2 плюс 2 в пятом и шестом столбике. С этим диагнозом пациент встал в большую очередь на операцию, но, поскольку он довольно сознательный, решил сам заняться своим лечением и попал к нам. Значит, мы сделали пересмотр стекол, и был выявлен только локус low-grain pin без достоверных признаков опухолевого процесса. Пациент уехал домой с рекомендациями, с рекомендациями для врачей, для урологов. Ему сделали снова в апреле 2012 биопсию, и он как бы в страхе присылает нам заключение аденокарцинома 2 плюс 2 в двух столбиках. Меня снова хотят оперировать. Это первый случай. Значит, второй случай – это пациент 50 лет, жалобен на ноктурию, наблюдал с уролога, сдан ПСА 6 нанограмм. Выполнена биопсия, значит, также глисон 3 плюс 3, но было несколько столбиков, где протяженность 100%. Мы расценили это как Т3А. Выполнена у нас МРТ, по которому не описывали ничего особенного, только ПИРАЦ-2. Выполнена, расценив гистологию как Т3А, мы сделали лапароскопическую простатоктомию из стазовой лимфодисекции. И в итоговой гистологии вы можете видеть на экране. То есть в 10 из 16 лимфатических узлах были поражены метастазами, глисон был 4 плюс 4, и семенные пузырьки также были поражены. То есть в данном случае МРТ-описание было полностью некорректным, и что это не позволило неправильному предоперационному пониманию. Спасибо. Продолжение следует...